Воспитанники детдома Пилигрим покорили Гаверлу. Восхождение на самую высокую гору Украины посвятили проекту национального усыновления «Ты будешь найден». В поход отправились бывшие сироты, которые уже обрели семью, и вместе со своими названными родителями прямо на вершине молились о тех, кто еще не нашел родительское тепло. О мариупольских альпинистах, которые намерены своим примером победить сиротство, наш корреспондент Виктория Гуц. Ты будешь найден! Ты будешь найден! Больше двух тысяч метров над землей пилигримовцы разбили лагерь по типу Запорожской сечи. Большой казачий стан численностью в 100 человек во главе с гетьманом пастором Махненко выполняет серьезную миссию в Карпатах. Мы посвятили это восхождение акции национального усыновления «Ты будешь найден». Мы призываем людей забирать сирот в свои дома, забирать сирот в свои семьи. У нас есть мечта, чтобы однажды опустел последний интернат в Украине, России, Белоруссии, чтобы каждый сирота был найден взрослыми людьми. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. В 25 километров прошли по горному маршруту отважные пилигримовцы. Серьезный рафтинг, сложные переходы через реку. Настоящая экзотика и серьезные испытания силы духа. Восемь дней, чтобы понять смысл жизни и свой, и того, кто рядом. Было очень холодно. Временами жалела, что я вообще пошла туда. Начала верить в себя больше. Там были елки, ну сосны, и он попросил, посмотри, там по соснам есть там грибы или нет. Ну, я не знал, что там были улей. Ну, и пошел туда, и наступил на их дом, ну, и они возопили и начали меня кусать. И я сбежившись и побежал. И меня укусило шесть ос. Смелые туристы покорили Черную гору, которая в прошлый раз не поддалась пилигримовцам. Однако воспитанники республики Пилигрим доказали, что не сдаются до тех пор, пока не осуществят задуманное. И делают это они ради единственной цели. За горы помолились за Мариуполь, за всех, за детей беспризорников, чтобы они усыновлялись. А молиться есть за кого. По словам директора детдома Татьяны Карпухиной, этим летом пилигрим принял в свои ряды немало детворы. Хотя родители и забирают в семьи сирот и беспризорников, но делают это, как правило, христианские семьи, говорит Татьяна. Поэтому пилигрим и пропагандирует проекты национального усыновления. У нас очень активную позицию занимают члены церкви. Они понимают важность, что они видят результаты, как радуются дети, когда они приходят в семью, когда они получают родители, когда они получают любовь, которую они имели. И это люди свидетельствуют, рассказывают о своих переживаниях, что они пережили, когда усыновили ребенка или взяли под опеку, как в их жизнь пришла радость, любовь, свет. И это вдохновляет другие семьи, брать также детей. Популяризировать семейные ценности пилигримовцы намерены и дальше. Уже через несколько дней самые отважные ребята с пастором отправятся на Арарат. Напомним, воспитанники детдома уже покорили пять горных вершин Украины. Виктория Гусар, Турпудак, информационная программа «Стемь дней».